Друзья мои, всем салют, это я Романыч, сегодня у нас необычный ракурс. Примерно месяц назад ко мне пришел курьер с вот этим вот черным коробком, поставил его на порог, я расписался, ну и потом я, наверное, реально попутал, когда с этого порога понес дальше в комнату, потому что это нереально тяжелая, огромная посылка. Мне было непонятно, что это такое, потом я поглядел по треку и ко мне приехала Tronsmart Hello 200. Кто не знает, это как бы, так скажем, альтернатива, так скажем, народный пати-бокс Encore. Ну, я надеюсь, Encore вы знаете. Понятия не имею. Короче, Tronsmart сделали свою вот такую вот аккуратную коробочку-канистру и хотят, чтобы вы за 15-16 тысяч рублей, именно такая ее цена, если все хорошо так вот купить, но я вам расскажу дальше, чтобы вы раскачивали свои мероприятия-вечеринки. Ну и в телеге я анонсировал, что эта колонка ко мне приехала, и с того момента люди, все подписчики записали в Ждуны, и я в том числе. Ну и самое главное, вы видите эти габариты, а это что означает? Розыгрыш! Здесь одна точно приехала вам. Да, всю распаковку вам здесь и не покажет. Сейчас эти пакеты будем рвать до самой ночи. Ну, дай бог. Я очень надеюсь, что это Tronsmart Hello. Чтобы меня трек не обманул. Да. Оп. Это я уже вижу. Вот, вы тоже видите. Все-таки это точно Tronsmart. Короче, здесь, кстати, есть даже ручки. Прикольная история. Вот такая вот одна коробка. Абсолютно новая. Уедет к вам. Достаточно всего лишь подписаться на мой Телеграм-канал. Ссылка будет в описании под роликом, либо просто пишите в поиске Телега Романыча. И как только выйдет ролик, помимо поста с роликом, еще будет отдельный пост с розыгрышем. То есть, прям такая будет подписка. Розыгрыш Tronsmart Hello 200. Вам достаточно всего лишь будет нажать кнопку участвую. Не надо писать участвую. Просто будет кнопка. Участвую. Все. Бот автоматически выберет победителя. Спустя две недели. С момента запуска розыгрыша. То есть, высветится, что вот, пожалуйста, человек победил. Я вас еще раз потом там в Телеге проинформирую, что, мол, все, розыгрыш завершен. Вот он победит. Не я выбираю. Бот автоматически. Кто в Телеге давно понимает, что эти розыгрыши максимально честные и прозрачные. И вот такая вот коробочка уезжает к вам. Ну и по поводу всех остальных розыгрышей на канале. Стрим. Разыгрываем все там. Не пропустите. Тоже будет оповещение в Телеге. Давайте распаковывать вот эту вот коробчонку. Смотреть, что там внутри. И хочу еще вас познакомить со спеками. Заряжается все это дело от обычного AC кабеля. Как и все пати боксы. Ничего удивительного. В комплекте есть AUX. Это хорошо. Это прекрасно. Есть бумага. Упаковано, кстати, все надежно. Доставляется с российского склада. Че важно, да. Они на российском складе есть. Это означает, что там за 4-5 дней к вам все приедет. Ссылка будет в описании под роликом. Если ссылку в описании не обнаружите. Ютуб бывает какие-то приколы сейчас в последнее время выкидывает. То заходите в мою Телегу. Ссылка опять же в описании. Как только на распродаже будет хорошая цена. Я вам там сразу все дело оповещу. Сразу вам дам знать. Кстати, по поводу цены. В данный момент, как я вам и сказал, около 15 тысяч рублей стоит. Если покупать с купоном. Вот в Телеге недавно делал пост. Сейчас в данный момент вы увидите этот скрин. Даже, по-моему, выходило 14 с чем-то. А лучшая ее цена была, по-моему, в сентябре. Тоже выкладывал в своем Телеграм-канале. Сейчас, опять же, вы видите этот пост. 13 с половиной тысяч рублей. Много кто из подписчиков успел урвать именно за эту стоимость. Опа! Опа-опа! Кстати, я думаю, вы заметили, что у меня нет микрофона. И это как раз-таки была главная занавеса тайны. Будет микрофон в комплекте, кто покупал вот за те 3 с половиной, 13 с половиной тысяч рублей. Или не будет, потому что китайцы там реально писали размыто. У меня прям четко на коробке есть галочка. То есть там три пункта. Zero, микрофон, то есть раздел микрофон. Zero, one, two. То есть у меня галочка возле зиры. Нет у меня микрофона. Сейчас такое ощущение, что базовая комплектация, которая стоит там около 15 тысяч рублей, идет с одним микрофоном. Потому что там написано with mic. То есть он есть. А если выбираешь вторую опцию, и уже за 20 тысяч рублей стоит, то там написано two mic. Скорее всего, сейчас микрофон будет идти за эти деньги с микрофоном. Это прекрасно. Фазоинвертор абсолютно точно такой же, как на пати-боксе Encore Essential, как на пати-боксе Encore обычном. Здесь, сзади, абсолютно вся та же самая история. Китайцы молодцы. Слушайте, вот прям вот под копирку все сделали. Есть выход под гитару. Есть выход под микрофон. При том, что он сразу идет комбинированный. И отдельный выход под микрофон. То есть отдельного выхода под гитару только нет. Флешки читает. Все хорошо. Микро-SD карточку сюда не придумывали. Можно регулировать уровень громкости гитары и микрофона. Ну и, соответственно, для этого выхода тоже такая же есть регулировка. Есть AUX. Есть RESET. Китайцы это очень любят. И есть зарядка с помощью AC. Здесь, опять же, очевидно. Но, видите, они именно сюда ее решили в пиндюре. По-моему, на Encore заряжается вот здесь вот, да? На обычном пати-боксе здесь. То есть IPX4 защита. И китайцы пытаются как бы этому соответствовать. Насколько будет удобно переносить? Слушайте, более чем. Рука помещается. Все хорошо. Единственный момент, что, конечно же, это ни разу не похоже на обычный джибелевский Encore. Потому что у джибелевского Encore идет ручка прямо по центру. Прямо по центру она вот здесь. И там у нас такой лыжемен для семечек и орешков. Для снеков. Я говорил. Здесь у нас для снеков нету. То есть Tronsmart не поддерживает вот это вот мракобесие. Значит, здесь диммер прикольный. Крутится, кстати, приятно достаточно. Есть индикация заряда. Давайте, кстати, посмотрим, сколько в данный момент. Три. Три получается у нас. Палочки сейчас горит. Подсветка регулируется таким образом. Здесь у нас переключение треков. Плей-пауза. Соответственно, здесь у нас по менюшке вы гуляете. Эхо. Это вы уже можете специально для караоке настраивать. То есть это та редкая колонка, где можно будет горлопанить караоке. А мне многие спрашивают за эту цену, что есть в караоке. Тереска. Саундпульс. Это фирменное звучание от Tronsmart. Здесь ничего нового. Ну и, собственно говоря... А, еще вот есть. Блин, забыл, кстати, как это называется херовина. Дай бог бы памяти. Вот что это за херовина. Тюнкон. То есть это... Насколько мне... Если не изменяет память, это местный... Так скажем, пати-буст от Tronsmart. Самое главное, что я вам забыл сказать, то, что здесь трехполосная система. Tronsmart с 2023 года в своих Hello вот этих вот небольших пати-боксах перешел на трехполоску. То есть, соответственно, у нас здесь снизу низкочастотник, потом, значит, среднечастотники. И вот он, небольшой твиттерочек, он находится здесь сверху. Вот этот вот глаз по центру. Это твиттер. Вот, пожалуйста. Ну, а, кстати, отверстия, те самые, которые я заметил, такое ощущение, что это просто углубление под винты. Ничего большего. Значит, синхронизируется звук через 100 динамиков плюс. То есть, это как раз-таки та самая клавиша, которой, я говорю, блин, что-то странно. Есть саунд пульс, а есть, как она называется, тюнкон. Это, короче, подобие пати-буста. Можно до 100 колонок Tronsmart соединить воедино. И это хорошо. Наконец-таки здесь китайцы до этого дошли. 120 ватт на борту. Здесь вот хорошо прям. 120 ватт, слушайте, заявочка на самом деле не кислая. Есть, разумеется, эквалайзер. С помощью приложения всю эту историю можно настроить. До 18 часов все это собирается играть. Если хотите, то можете параллельно заряжать свои девайсы. Тоже классно. Значит, это все понятно. Сопряжение. Две, соответственно, Tronsmart Hello 2 можно в TVS-ку загнать. Будет одна играть за левый канал, другая за правый. И будут они равноправно играть. То есть никто не будет друг друга затмевать. Ну и последнее, что я вам хотел здесь показать. Это АЧХ-шка. 50 Гц нижний порог и 20 кГц верхний порог. Bluetooth 5.3, кстати. И вес здесь указан. Батарейка 15 тысяч миллиампер час. Причем, кстати, смотрите какое-то напряжение. Хорошо. А вот он, собственно говоря, и вес. 6,1 кг. То есть 6 небольшим весит. В целом это немного. То есть, чтобы вы понимали, Boombox 3 весит больше. Друг засыпай, это наш рай. Крик обратился в сладкий хрив. С ярких небес. И я с метольными платьем, что на ней. Это просто охуенно лютейший панчер. Это хлестко, это мощно, это плотно, это глубоко. Как он раскачивает здесь. Вот этот вот мой съемочный павильон. Этого дорогого стоит. И я вам так скажу, что в какой-то момент. Уже там, я не знаю, на пятой композиции примерно. Я такой, JBL, переодевайтесь. Мы вас узнали. Это что за Partybox Encore Fun Edition? Или что это такое? Что это за облегченная версия? Типа ваш Encore официальный стоит там на наши деньги 23-25 тысяч рублей. Это если хорошо найдешь, конечно, за 25 его отдают. А здесь типа за пятнашечку такой какой-то облегченный вариант придумали. Реально классно и сочно играет. Слушайте, Tronsmart удивили. Это вообще ни разу не близко то, что до этого я слушал от Tronsmart. То есть это Tronsmart upgrade какой-то edition. При том, что не просто какой-то обычной колонки upgrade, а просто upgrade вообще акустики Tronsmart. Дичайший уровень. То, что мы с вами слышали на предыдущем Hello 100, это даже близко не стояло. Просто он сейчас вот так вот выкуривает этот Hello 100. При том, что, вы знаете, выкуривает одной тягой. Только, 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 это помало. Только, 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 это помало. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья мои, прогнали где-то плюс-минус с десятой композицией. То есть еще и за кадром прогоняем. Обязательно нужно посмотреть туда-сюда, как бы есть всегда нюансы. И в целом после первых десяти композиций очень часто уже складывается в целом картина. Может там каких-то пазлов не хватает, но она уже такая объемная. Я вам скажу так. Это отстрел трусов владельца Fiera, Sven, Hopstar, Железобетонна. Реально, Tronsmart. Вот с этой колонкой заходит просто по-новому. Вот в мир акустики, чтобы вы понимали. То есть это нету вот этого классического тронсмартовского вот какого-то бубнижа. Нету вот этой вот бочкообразности тронсмартовской, как она обычно встречала. А кто владел колонками тронсмарта, они прекрасно знают, о чем я сейчас говорю. Здесь нету какой-то плоскости в басе. Здесь с высокими порядок. Здесь серединка себя прям очень хорошо чувствует. По року отлично, просто шикарно, особенно если... Где мой телефон? Особенно если вы немножечко шаманите в эквалайзере. При том, что эквалайзер здесь классический, никаких здесь нет наворотов. Все то же самое, что мы с вами видели в предыдущих тронсмартов. Sound Pulse это такое вот сочное звучание, так скажем, да. Такое ощущение, как будто ты на джибельке нажал пати-буст так называемый. Значит, здесь дальше идет классический режим. Я его не использовал по умолчанию. Это тоже что-то похоже на Sound Pulse, только, наверное, менее приукрашено. Есть камень, это рок. Слушайте, шикарно, вообще очень прикольно раскрывает рок. Единственный момент, что в некоторых композиция мне показала, что чуть вот прям придавлена середина с высокими. То есть такой рок концертного плана. Если все-таки ты хочешь, чтобы у тебя как-то раскрывалось немножечко побольше всего, то здесь уже тебе нужно настраивать собственный эквалайзер. Делать собственный пресет. У меня он выглядит на последней композиции вот таким образом. По-моему, пушного последнего я слушал вот таким образом. Да, эквалайзер здесь всего пятиполосный. С другой стороны, нихера себе пятиполосный. У джибельки, например, три полосы. Там еще у кого-то я видел три полосы. Да, три бит нас более-менее разбаловал. Да, нас разбаловал энкор, саундкор. Это все понятно. Но пять полос это тоже достаточно неплохо. И можно выверить свой реально звук. Как тебе больше нравится. Даже с помощью пяти полос можно прям уверенно поиграться. И самое главное, что энкор... Эмкор, ошибочка по Фрейду. Самое главное, что этот Hello 200 достаточно отзывчив на эквалайзер. Все-таки трехполосочка она чувствуется. Трехполосочка тронсмарту была прям дико сильно необходима. Играет ли он на 120 ватт? Да, вот здесь вот главный вопрос, наверное, будет. Я вам скажу, что да. Слушайте, определенно. На ватт и вот эти вот JBL, три битов и так далее. На ватт и, короче, современной акустики. Да, наверное, соточку 120 выдают. Я не могу сказать, что прям вот как в аптеке точно 120. Но что-то около сотки крутится. Это определенно по мощности. По моим ощущениям, особо сильно не проигрывает условный Fiera E-motion 150. Чтоб, да, у вас было мерило. Чтоб вы понимали, куда я отталкиваюсь. Это 100% не проигрывает Кубстару А60. А там у нас заявляли... Сколько? Там сотку, по-моему, точно заявляли, да? Точно заявляли. Это будет переигрывать три бит Сторомбокс Блэст. У которого 80 ватт было заявлено. Ну и, наконец-таки, если сравнивать этот Hello 200 с бомбоксом третьим, ну, наверное, опять же, сколько там? 100, 100, 100, 100, 100, около соточки. Нет, 136 ватт от аккумулятора выдает бомбокс третий. Слушайте, опять же, Hello 200 ему в этом плане от собственного аккумулятора не поиграет. Вот и делайте примерно такие выводы. Касаемо подсветки. Здесь давайте быстро побежимся по режимам. Ну, что-то можно симпатичное для себя найти. Вот этот мне режим еще, кстати, понравился. Значит, есть вот такой вот. Тоже достаточно неплохой. Вот этот режим, кстати, тоже неплох. Согласитесь, да? Так. А, кстати, да, еще важный момент, что когда вы... Вот. Прибавляете громкость. Кстати, очень интересно сейчас она себя ведет. Буквально вот сегодня слушал целый день, когда... У меня был такой момент, когда я убавлял громкость, она делала небольшие паузы. То есть песня чуть-чуть, не несколько прерывала. Сейчас я такой вообще фигни не замечаю. Все прекрасно. Очень неплохо они реализовали. Молодцы, да. Это прям вообще похвально. Есть, значит, у нас уровень громкости. Прям на большом диске. Так, по поводу подсветки продолжаем дальше. Есть вот такой вот вариант. Тоже достаточно неплохой. Вот такой вот вариант. Вот такой вот. А, и она постоянно начинается заново. Поехали. Раз. Два. Три. Мышонок, кстати, прикольный. Четыре. Пять. Шесть. Ну и, соответственно, шестой режим мы всю эту подсветку выключаем. Можно это все дело еще регулировать с помощью приложения. При том, что здесь такие забавные названия режимов подсветки. Там, танго, вальс, примерно, что-то такое. С помощью приложения точно так же можно колонку обновить. Это тоже хорошо. У Tronsmart, кстати, прилетают обновления. Ну-ка, давайте включим подсветку. Прилетают обновления. В этом плане они хороши. Ну и, наконец-таки, с помощью приложения можно еще так же спарить воедино две колонки. Сейчас мы с вами сделаем эту TVS-ку. Благо, у меня есть такая возможность. Редкий случай, да, когда у тебя два Tronsmart Halo. Я понимаю, что мало кто будет брать, да, прям сразу две колонки. Это жирновато. Я все понимаю. Но у меня вот выпал такой шанс. Надо обязательно проверить, как они играют в паре. Но не задача. Китайцы мне решили немножечко усложнить жизнь. И одну из колонок, которую я собирался вам отправлять, то есть, как победителям, то есть, чтобы она вообще была не юзанная. То есть, эту я хоть еще как-то крутил своими руками, лапал. Здесь вообще просто, там, и муха, вы понимаете, что не делала. Я ее открываю чисто, чтобы вот сконнектить, попробовать, да, как это будет играть. И обнаруживаю вот это. Есть подозрение, что в момент транспортировки удар был по коробке. Причем, кстати, нехилый, я вам сейчас покажу. В целом, вы видите, да, был под ударом коробок. А сейчас покажу, что произошло с пенопластом. Вот это я не ожидал. Давненько у меня такого не было. Его просто раскрошило. То есть, я вот открываю и вижу вот такую вот картину. Ну, я думаю, вы тоже ее видите. Посмотрите, как с этой стороны ее покрошило пенопласт. То есть, он вот развалился. Это не я. Это развалился пенопласт в момент транспортировки. Как итог, все целое. Никаких нет на корпусе, ни трещин, ничего. Ну, то есть, вот абсолютно целехенькое. Вот можете сейчас на нее посмотреть. Все прекрасно. Но при этом, как бы, что-то внутри болтается. И самая главная беда в том, что она не работает автономно. То есть, ты включаешь, ни хера ничего не происходит. То есть, она работает только от сети. От сети все хорошо, вы видите, светит. В данный момент я ее подключил в сеть. Короче, это теперь получается стационарный трон Smart Heavy, который будет использоваться исключительно дома. Разумеется, на розыгрыш я вам отдам целехенькую, чтобы у вас все было вот прям вообще, комар носа не подточил. Единственное, что я ее чуть-чуть полапал. Все, это единственный момент. Я ее упакую в коробку. Она уедет, а мне останется вот это вот непотребство, где болтается аккумулятор. Возможно, я чекрыжу решетку, раскручу ее, что-то там подлатая. Но, как говорится, это еще не факт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь, мать его, полноценная телеска. То есть левый-правый канал. Ну да, все правильно, да? Если от вас смотреть, это левый, это правый, от меня это правый, это левый. Короче, здесь два канала, и они играют, собственно, собственно, господи, самостоятельно. И это, конечно, просто фантастика. Это просто фантастика. Тронсмарт сделал полноценную телеску, и это просто низкий поклон. Если говорить в целом, как они звучат вместе, ну это шикарно. Это просто превосходно. Если вдруг у вас есть какая-то необходимость, есть какая-то задача сделать ТВСку, раскачать. Ну, блин, ну не у компа поставить, не надо, да? Одна вот на этом краю стоит, другая на этом. Не надо. Если просто у вас стоит задача, вы любите, когда не моно, а когда ТВС, когда стерео, то вот обязательно рассмотрите этот вариант. Это одна из тех систем акустических, где я могу порекомендовать, что прям можно две взять. Потому что мне часто пишут, вот как думаешь, мне вот взять вот это вот там, которое стоит, например, там 30 тысяч рублей колонку, или взять вот две, которые стоят по 14, и их в ТВСку соединить. И я всегда скептически к этому отношусь, здесь никакого скепсиса. Слушайте, очень будет уверенно, если вы в ТВСку соедините. Это будет очень прикольная тема. Они настолько сопрягаются, что подсветку меняете на одной, соответственно, меняется на другой. Включаете, например, саундпульс здесь, следовательно, и здесь саундпульс включается. Ну и, соответственно, эквалайзеры у них будут одинаковые у обеих этих малышек. Короче, ТВСку прям смело могу посоветовать, порекомендовать. Финал. Вот это Тронсмарт пальнули. Просто с трех дул сразу, потому что здесь трех полоска. Могу ли я ее рекомендовать? Слушайте, однозначно. Теперь это прям вот 100% вот в мой шортлист входит. Когда меня будут спрашивать, что взять там в пределах 15 тысяч рублей, там в пределах 20 тысяч рублей, однозначно Тронсмарт Hello 200 прям 100% в этот список войдет. Особенно, учитывая, если кому-то нужен обязательно гитарный выход, чего не хватает на многих, да, портативных колонках, которые мы с вами можем взять за эти деньги. Там 3 биты те же самые. Что там еще можно взять? Ну, всевозможные мифы, вайлдбоксы и так далее, да. Вот то, что вот такого вот портативного форм-фактора не хватает там вот этих вот всех выходов. Даже если мы возьмем Encore, я что-то вообще забыл. Ну, специально пошел, посмотрел на Encore, только микрофон можно подсоединить проводной, а гитары нету. Вот в чем прикол. Если вам нужно подключить гитарку, если вам нужно подключить микрофон или два микрофона, это тоже один из тех редких вариантов, которые вы можете в данный момент найти на рынке. Короче, за тренашечку это просто праздник, это просто подарок, это просто конфетка. Причем вот такая вот сочная, как в детстве, да. Вот знаешь, конфетку возьмешь и в детстве вот просто забалдел. Так тяжело, когда ты взрослый, получить эмоции. Вот если купишь Tronsmart Hello 200, примерно такую же получишь эмоцию, как в детстве закинул конфетку. Короче, по планам у меня сравнение с 3-битом, по планам у меня сравнение с Encore оригинальным. Почему бы нет? Ну и по планам у меня... Че у меня еще по плану? Все идет по плану. У меня по планам, ну, можете хотеть с Хопстаром сравним. Почему бы нет? Может быть, еще какого-то вы предложите конкурента им. Пожалуйста, я вот сейчас посмотрю на свой редут. Ну, ну, а, кстати, с Fiery Emoction 150 тоже можем сравнить. Дайте знать, кем вам больше всего интересны сравнения. Ну и подпишитесь на канал, чтобы эти сравнения не пропустить. И на этот, и на Романочный Максимал, как ссылка будет в описании под роликом. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого всего. А если вы владелец, так тем более, пару строчек черканите, пожалуйста, чтобы будущие покупатели знали. Может быть, я здесь вообще какой-то херни нагоняю на вентилятор, накидываю. Ну, а у меня на этом сегодня и все. Все, давайте, красавцы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok